В поселке Октябрьский стартовали соревнования между сотрудниками МЧС. Они посвящены пожарным и спасателям, которые погибли при исполнении профессионального долга. В течение трех дней 52 команды будут бороться за кубок памяти своего коллеги Петра Станкевича. При взрыве газового баллона пострадали четверо спасателей, двое без сознания. У их коллег 25 минут на то, чтобы обследовать зону ЧС, эвакуировать бойцов, оказать им первую помощь и передать медикам. Здесь важна не только каждая секунда, но и каждое действие. Любая ошибка может стоить жизни. Когда всех пострадавших увезла карета скорой помощи, судьи выносят вердикт. Надели перчатки на двух пострадавших, после этого их не меняли. Перчатки меняются на каждом пострадавшем. Осмотр, да, визуализировали, опрос пострадавшего нулевой. Испытание оказалось полезным не только для тех, кто спасал, но и для тех, кого спасали. Условно пострадавшими выступили курсанты МЧС. Реальные пострадавшие, конечно, чувствуют дикую боль, дезориентацию в этих ощущениях. Сейчас, конечно, это все имитация, но в реальных условиях спасатели бы, мне кажется, хорошо сориентировались. От нештатной аварийной ситуации не застрахован ни один сотрудник МЧС. Умение пожарных и спасателей ориентироваться в сложных условиях проверяют в четырех этапах. У нас здесь на площадке представлен этап первая помощь. Полоса препятствий, кроссфит. Это крайне тяжелая физическая нагрузка. Это этап высота, то есть они отрабатывают различные приемы спасения и самоспасения с высоты. И есть у нас еще такой этап, называется пожар в музее. Он нацелен на ориентирование в условиях нулевой видимости. Соревнования на Кубок памяти спасателя Петра Станкевича, трагически погибшего на боевом задании в феврале 2017 года, проходят в третий раз. В этом году география участников расширилась и вышла за пределы России. Порядка 50 команд из 13 регионов страны. Очень приятно, что соревнования уходят на международный уровень. Будет участвовать однозначно команда Белоруссии из Минска. И ожидается завтра участие представителей Украины. Московскую область представляют три пожарно-спасательные части из Одинцова, Кубинки и Люберец. Для того, чтобы достойно выступить, участники готовились несколько месяцев. Наша главная задача – пройти все и войти туда вдвоем, и выйти оттуда вдвоем. Потому что в целом это в нашей работе одно из самых главных. Мы надеемся, что мы покажем какой-то достойный результат, достойной нашей части, достойной службы. Каждый пожарный это должен уметь. Мы стараемся соответствовать. За каждое испытание участники соревнований получают оценку. 20 октября с наградами и призовыми местами уедут всего три команды, которые наберут наибольшее количество баллов. Луиза Игазарян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова